В правительстве страны сделают все, чтобы продолжить программу переселения граждан из аварийного жилфонда. Об этом на уходящей неделе сообщил президент Владимир Путин на встрече с журналистами в рамках медиафорума Общероссийского народного фронта. И новость хорошая, ведь на продолжение программы надеются тысячи жителей ветхих и аварийных домов республики, да и других регионов страны. Но пока еще не закрыт текущий этап говорить о конкретных механизмах реализации следующего, соответственно, рано. Как сегодня идут работы по переселению жителей в разных районах республики, узнавала Саргалана Захарова. Улица имени известного академика Леонида Киринского, как и сам выдающийся ученый, один из предметов гордости села Амга. Расположенная в самом начале районного центра, раньше она встречала гостей ровной улицей с аккуратно стоящими по краям деревянными двухэтажными домами советской эпохи и богатыми полисадниками. Но время идет, дома не становятся новее, жить в них уже не так комфортно и безопасно. С 2012 года началась программа переселения из аварийного жилья. В реестр попали и деревяшки с улиц Киринского. По району в селе Амге было 14 домов признаны аварийными. Это 3795 квадратных метров. На сегодняшний день реализованы квартиры уже переданы 262 гражданам. У нас остатки 65 граждан. Сегодня на месте старых домов появляются новые. В прошлом году открыли долгожданный детский сад на 200 мест. А недалеко от него два года назад справили новоселье 22 семьи. В том числе и Наталья Романова. Сегодня она живет в квартире с двумя маленькими детьми. Потихоньку начинает обживать квадраты. А совсем недавно на месте этого дома стояла старая двухэтажная деревяшка, которую, как она признается, даже частично благоустроенной не назовешь. В старом доме условия были не из лучших. Не было ни отопления, ни воды. Каждую зиму приходилось заказывать дрова, покупать лед и топить печку. На это уходило много денег и сил. Чтобы завершить программу, Амгинскому Улусу осталось застроить последний 22-квартирный дом. В него переедут жители шести оставшихся аварийных домов. Но между тем реестры уже начинают пополнять новые адреса. На этот раз их уже больше почти в два раза. После 2012 года в реестр поставили уже 25 домов. И он продолжает пополняться. Люди приходят, подают заявление о признании домов аварийными. Сегодня сомнений в продолжении программы нет. Вопрос стоит в том, как и в каком виде ее будут реализовывать после сентября. На прошлой неделе на встрече с журналистами глава государства отметил, цитата, «Мы сделаем все, чтобы ее продолжить. Сейчас я не буду говорить ни объемы, ни сроки, потому что это касается конкретно бюджетных обязательств. А к этому нужно подходить очень аккуратно». И вправду программа требует немалых средств. Об объемах можно судить даже по стоимости возведения одного относительно небольшого дома. Согласно проектной смертной документации, для возведения этого дома только на монтажно-строительные работы нам потребуется больше 55 миллионов рублей. Для подсоединения его к электричеству нам нужно порядка 69 тысяч. Также на озеленение и благоустройство территории потребуется больше 3 миллионов рублей. Не забываем о дополнительных расходах, в том числе о заработной плате работникам и возведению содержания временных конструкций. И в итоге конечная цена такого объекта будет равна 77 с лишним миллионам рублей. Плюс ко всему не забываем о транспортных расходах. Это порядка 3 миллионов рублей. И эти средства приходят в разной степени из республики, фонда и муниципалитета. Львиная доля приходится на республиканский бюджет. Это больше половины. Фонд содействия финансирует чуть меньше, но тоже немалый процент. 40 с лишним. Муниципалитетам остается софинансировать порядка 3 процентов, но перед ними стоит другая, не менее важная задача. Правильно распределить все эти средства и успеть сдать объект в срок. Но с этой задачей, к сожалению, справляются не все. Так, на сегодня список аутсайдеров возглавляет поселок Серебряный Бор. Этапы 2015-2016 годов даже назвали провальными. Выполнение по каждому из периодов составило всего 65 процентов от намеченного плана. Отстают от сроков сразу 11 объектов. Неоднократно этот вопрос поднимался на отчете правительства. Тогда вице-премьер республики Игорь Никифоров подчеркнул, что меры уже предпринимаются. Объектов барьерных сейчас нет. Подходы и время еще есть для того, чтобы там где-то перестроиться, если куда-то не хватает сил и мощи. Время есть. Но нужно работать не в ежедневном, а в ежечасном режиме, для того, чтобы эти объекты были качественно готовы в установленные сроки. Ведет строительство на всех объектах группа компании «Рост». Часть домов уже должны были сдать еще в декабре 2016 года. Но, несмотря на всю критику за граждан и сложность ситуации, глава поселка смотрит на выполнение программы весьма оптимистично. Отставания есть небольшие, но, думаю, до 1 сентября они их все-таки, даже раньше, возможно, наверстают все. И мы должны дома принять у них до 1 сентября. Отметим, что отставание по срокам чревато для исполнительной работ своими последствиями. Предусмотрены штрафные санкции, 5000 рублей за каждый день просрочки по каждому жилому помещению. Соответственно, сейчас ведется претензионная работа, как с муниципальными образованиями, так и с подрядчиками. Но, несмотря на такую картину в отдельно взятом районе, в целом республика входит в число передовиков программы в рейтинге субъектов страны. Кроме того, Якутия удерживает лидирующие позиции по объему ввода в эксплуатацию нового жилья. Учитывая тот объем работы, который уже выполнен, руководство республики не сомневается, а программу закроют в срок.